всем доброе-предоброе утро вынесла мусор сейчас чуть-чуть прогуляю с чарли и еще отведу его домой и пойду шарахаться влю себе тележечку новенькую надо обновить тоже в дальний поход не не годится поэтому давно хотела новую тележечку приобрету и пойду в лидл мне туда чапать далековато конечно но но к лучшему жиры растрясу хотя бы так что вот такие вот дела вот этим и займемся я думала что я сегодня буду одна думаем нет будем в полном составе так что нужно будет думать чтобы приготовить знаете когда я одна я не заморачиваюсь насчет еды я хоть какой он салат себе нарезала а когда уже с муж дома то что-то надо готовить по такое посолиднее скажем так ну ничего будет временно все бежит бежит на рыбы сляткой визит тут немножко погуляем да и все и пойдем по магазинчиком ну вот хотела тележку я купить а их все раскупили которые я хочу вроде неплохая и цена и качество сказали сегодня привезут в общем без тележки осталось внутри принципе покупать немного не надо но я хотела взять рюкзак туда после обеда сможем вообще я ему сейчас позвоню когда дойду скажу где он и пускай он приезжает в общем не знаю подумай потому что вы знаете как сходишь за хлебушком наберешь всякой фигни и поднедешь как слон несешь все это на себе что мне бывало не раз а три-четыре километра переть на себе как-то не с нет особого желания я хотела там клубнику целый ящик взять за 3 евро целый ящик там наверное от силы килограмма полтора-два это может быть меньше ну ладно что делать сейчас позвоню спрошу все таки этих планах нет ничего покупать вообще не знаю были все планы поменялись из-за этой тележки в общем как здесь говорят с уныли и позвонила мужа он сказал что в старой квартире сейчас и я говорю подожди у меня машине моя старая тележка я наверное сейчас возьму мою старую тележку потому что на моей машине и пойду своей старушкой и все все решено знаете в испании есть фрессон вот смотрите фрессон это тоже клубника но какой-то сорт другой и клубника фресса это пахнет нереально это просто пипец какой-то как она пахнет настоящей клубникой это не очень пахнет но это вот она стоит вот 250 370 грамм 202 55 а вот это стоит здесь сколько у нас 250 грамм евро 69 то есть разница видите какая ну вот это наверное нереально вкусная я наверное две возьму себе потому что я когда подошла она так пахнет обалденно и вот фресса намного вкуснее чем фрессон и не знаю что это ну наверное вид какой-то клубники но пахнет она прям вот настоящей клубникой вот эту возьму еще нет не возьму или когда ее столько много так плохо выбирать или одной хватит а потом возьму не знаю я возьму эту неделю чего сколько ягод смотрите красный с морозина она у нас идет за 23 евро 125 грамм вот это вот не знаю что это мороз 239 малина 239 тоже вообще сейчас сезон всех этих ягод черника 239 а вот это ведро полкило 769 в общем что хочешь что и выбирать пойду еще какие-нибудь фруктики выберу ну клубника нереально пахнет вообще что-то на носу мне не хочется уже зажралась смотрите арбузы ну что ты не едешь арбузы у нас 79 килограмм ну не так уж и дорого 79 центов дыни 90 евро килограмм тоже не очень дорого я бы сказала вот такие разные дыни есть класс пахнут хоть пахнут тоже вот эти за евро 99 килограмм в общем что хотите зима называется зима зима одинокий это без семечек виноград у нас по 259 наверное тут очень много яблок яблоки я зеленые яблоки не люблю вот эти наверное не знаю не все время кажется знаете чем страшнее яблоки тем они вкуснее не знаю почему мой опыт такой скажем скажем так жизненный чем страшнее тем вкуснее рыба сегодня не особо потому что два воскресенья рыбаки все отдыхают и поэтому улова нет и в основном рыбу у нас вот особенно на на берегу на кости никто по понедельникам не покупает потому что она не свежие типа того ну то есть привозная откуда-то и и там привезли но не но и не из нашего моря поэтому по понедельникам рыбу почти никто не есть даже бары те которые предоставляют рыбу они закрыты смотрите это все био он читал я про это био что все это фигня что все это в общем что все овощи фрукты они питаются нитратами а нитраты они как в навозе так и в искусственном этом удобрении поэтому все это только рекламный зазыв и ну естественно цена прошлый раз дела курму вы в этом она какая-то смотрите какая она как будто больная какая-то невкусная как будто перемороженная так я пойду перчик возьму что-то а моих любимые яблоки фуджи возьму пару яблок фуджи вот эти вкусные мне нравятся возьму немножечко заехала в лидл вот эти конфетки они просто обалденные прям на входе находятся до 100 чоколад и но мы проходим мимо посмотрю если клубника возьму клубнику манго штука евро двадцать что его наверно объелась и знаете мне прям его не хочется очень странно она действительно так так вот у нас клубника здесь она почем евро 2 евро делаем так сюда свалим да я не первая только сделала вот вы знаете это самый трудный выбор сделать выбор тоже пахнет вкусно это мне на ужин клубника вообще ягоды с них не толстеешь фисташек купить немного то блин у меня муж их все сжирает для меня не доходит поэтому обойдет обойдемте посмотрим я там тоже хотела душ наверное привезли уже сегодня всякие майки одежда люфчики больших размеров и нам это не грозит скажем так всякие вот грелки интересная штука где у нас душ у нас на той стороне по моему косметика даже сауна для лица смотрите 15 евро всякие фен и кстати я фен в ледали брала он у меня служит уже довольно таки долго правда я им не сушу особо то но все таки а вот смотрите зубы чистить струей воды 8 евро я не думаю что у нас сильно эффективный но все таки можно а вот кстати душ или что это а нет это краны краны нам не нужны а вот вот мужчину ведь отодвинуть свалить такой я думаю белый да чтобы красиво было довольно таки большой так и вот это тоже хочу сменить вот какой смотрите такой серебристый есть или вот такой лучше что это как будто непонятно что лучше вот такой взять вот будет у нас новый душ стоит это все 750 и 798 короче и 4 евро 11 евро все вместе это вот у нас занавеска для штур мужчину что вы мне передо мной ну вы либо идите не либо не идите ну мужчина от халатики детские 7 евро прикольные тут все детское это нам тоже не нужно вот платье смотрите какой 4 евро такой мягонько таков классно вязаная интересные носочки разные это что такое кофточка какая-то кофточка но это нам ничего не надо но пили это вот лицо чистить 20 евро в принципе то я тут сколько всего тут тоже всего тут все детское видите все по 5 все по 5 какие-то штанишки такие маленькие такие волосы и такие волосы в общем всего до всего все по 5 а это для спания смотрите 7 евро мешок такой прикольный штаны а это тоже детские тоже по 5 ну уже повзрослее детки и курить надо меньше и не будешь так чихать интересный агрегат чайник чайник у меня кстати тоже следовало очень немецкое качество очень долго служит причем что это такое у нас мешки рис басмати 4 евро 2 килограмма прикол мышки тут все вот это китайская китайская мне нравится такие отделы а вот который я купила масло смотрите на 200 грамм 3 евро очень хороший кстати и соуса не соуса приправы я брала как-то приправы что приправы нет вообще столько классная но не такая очень классная так мне нужен йогурт йогурт он есть вот такой с тростниковым сахаром клубнику маю не завалить он хорошо что я с тележечкой куда ты дорогая упадешь упадешь ой встаю ищу мы ну не могу знаете что хочу йогурт греческий взять иногда хочется сделать соус тартар который этим с огурчиками а у меня нет соус с йогурта греческого а где он обычно если без всего вот этот что ли да натуральный блин вот почему поменьше не продают и приходится брать вот такую большую до какого у нас числа до 2 февраля а чё-нибудь это побольше нету до 8 например февраля все равно его не съем это 8 февраля ну все что хотела то купила в принципе еле дотащила тележку дело в том что ну видите вот это колесо цепляется и приходится ее блин тащить на себе король воду не будем ему мешать пока что я же лежу и он лежит я на кухне и он его приспичивает кушать пить а если я ему помешаю перестанет все бери свой мячик иди отсюда не хочешь мы будем еду раскладывать тяжелую груз вирусу арбуз смотрите я вчера компотовая сварила из чернослива и мандаринов вкусняцкий потому что у меня лежал уже давно этот какой-то чернослив и уже весь высох такой думаю надо его срочно на компот пустить вот у нас там душ поэтому в общем сейчас разложу и покажу вам в принципе не так всего и много но зашла купила черный чай эрл грей без ты на клубника двух видов вот это вообще на пахнет это пипец как то не очень ветчина там уже на сэндвичи купила вот такое вот соевое молоко ванильное хочу попробовать себе кашу сварить кто меня давно смотрит знать что я обожаю каши особенно манную это у меня вместо десерта идет так что я сегодня сварю манную кашу на соевом молоке ванильное мне и мне привлекло внимание что она ванильное йогурт и это тоже мужу с этим тростником сахаром из этого грей греческий буду делать соус а себе села вот такие творожки я их обожаю они были дали ой валькампа только продаются мусс и именно вишневый как вы заметили ну и клубни и малиновый один взяла говядина взяла буду делать с вином у меня рецепт кстати есть на канале заходим в плейлист рецепты и там вы увидите обалденный рецептик обалденное мясо говядина вкусняшка грудка куриная курицу я не люблю не всякие ляшки там хиряшки крылышки зажаренные могу поесть не сам вкус противен не знаю почему свинину стараясь не есть курит куриная грунтка очень даже не ничего пойдет вы знаете перепробовала все на свете умывалки и самое лучшее мне показалось из лидола не знаю почему у меня это сам дорогая дешевая все перепробовала но вот это самое лучшее хорошо смывает не оставляет такой вот знаете хотя я все равно люблю потом кремами всяким пользуюсь в общем суперская и недорого это утенок вот такой взяла в туалет в туалет яйца есть много никогда не бывает светофор фольга на работу взяла стручковую фасоль знаете как проверять стручковую фасоль свежая она не свежая берете вот так у меня охота портить но покажу берете вот так и делайте и ломайте ее если слышите характерный звук то она свежий если она не ломается и вот так то она не свежая лучше не брать буду готовить наверное завтра так что подписываемся чтобы увидеть как я ее готовлю такая получается яблочки фуджи мои любимые не евро 40 вышли кстати подешевели евро 50 раньше два с чем-то стоили и пару лимонов все буду сейчас готовить суп овощной и лапшу аля азиатский такая вот не лапша вермишель она вот такая я не знаю какая то ли рисовая то ли не рисовая в общем очень вкусная буду делать с овощами и с курочкой вот такая вкусняка здесь обжариваю курочку так ее порезала видите небольшими ну не знаю небольшими как хотите добавила косточный соус и приправы для ну вот для бог и и вот обжариваю на готовности сейчас выложу сюда тут нарезала овощи лук перец и морковку так все соломка чтобы все было красиво и сейчас выложу курочку на тарелочку и на этой же сковородке начну обжаривать овощи на сильном огне чтобы они были такие полу готовы скажем так овощи почти поджарились сейчас добавлю туда мясо которое я тоже зажаривала и здесь у меня ну типа фунчоза но она не фунчоза не совсем фунчоза не знаю что за лапша специально лапша не для фунчозы в общем поняли да сейчас я тоже туда добавлю сюда и будет вот такая вкуснятина в конце я добавила чеснок и вот такая вкуснятина у меня получилось это очень вкусно и супчик всем приятного аппетита так как елка убрана я наконец-то могу поставить свой робот чтобы он делал за меня мою работу гулять мы сейчас не пошли в пять потому что в общем сейчас объясню в общем идем мы куда у нас у друзей у друга умерла сестра скоропостижно что-то там его на сердце делали какую-то операцию в общем умерла и мы идем ну не идем я конечно стараюсь не люблю всякие эти мероприятия в морг значит идти да ну не в морг это как здесь танаторию это как бы такое заведение я уже как-то рассказывал даже снимала заведение в общем с комнатами где может родня родня родственники друзья собраться там и проводить скажем так в последний путь усопшего да усопшие вообще находится в отдельный там ком это комната в этой комнате отдельно комната там с температуры специальной для гроба скажем так и вот там хочешь смотри хочешь не смотри как бы да вот если дальние там какие-то друзья мы уже я туда конечно естественно не хожу там вот но если какие-то близкие это друг мы к ним вы наверное кто давно смотрит мы у них часто бываем летом вот у них там бассейн зимой тоже у них в прошлом году часто бывали там вот дом у них как поле до опасно вот и и в общем хорошие друзья и я говорю муж может как нить я не поеду но здесь принято если хорошие друзьям или тем более родственники обязательно нужно прийти и дань уважение что ли да в общем посочувствовать родственникам все дела вот ну если кого уважаешь там и вот и вот идем муж сказал может я давай за тобой заедем так мы сегодня думаю я лучше в 5 не пойду а сейчас прогуляюсь а сейчас звоню он говорит я старый квартир я верну я тогда то что да пойду как раз прогуляюсь знаете здесь не не важно в чем ты одет вообще в испании вообще не важно в чем ты одет когда ты одет куда ты одет систем по барабану в чем ты одет поэтому как бы я оделась как мне удобно в спорт влоге своей отдела кстати вот так иду видите вязаных штанах сейчас холодно ночь ну как ночь около 9 как увлечья вроде ведь время около 8 иду с чарли он у нас машине посидит пока я мы там но я не думаю что мы там долго будем я с ним прогуляюсь у нас машине подождет пока я там всем скажу сочувствую там еще наши родственники сестры поедут мужа вот чтобы там потому что в таких ситуациях вообще не знаешь о чем говорить вот что я могу сказать кроме как сочувствую а дальше что о чем можно говорить дальше то есть если когда праздник и все дела еще знаешь да шутишь а сейчас вообще ну что можно сказать родственнику у которого погиб кто-то до сестра ну как какие слова не скажи все равно они будут лишним в общем поэтому не люблю такие ситуации но надо как бы дань уважения так что все идем сейчас через центр пойдем принципе на улице то не холодно я как это у кучу укулючилась но нормально ладно пойдем мы отдавать дань уважение боже друзья сколько народу человек 300 целый морг занят смотрите сколько машин негде парковаться даже пипец в общем я как говорится с кем надо было увидеться увиделась муж там еще трещит со всеми я говорю я пошла вообще не люблю такие эти ненавижу мероприятия мероприятия вообще не дай бог только народу все едем домой в общем футбол 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 по телевизору но сейчас начнется кино интересное планета обезьян по моему последняя часть вообще и по другой программе передачи начнется другая программа которая мне тоже нравится хоть разрывайся но ничего завтра в интернете что-нибудь посмотрю но будем наверное кино смотреть скорее всего потому что мы одну часть в кинотеатре смотрели вторую часть не знаю где в общем сейчас делаю чайку себе на ночь хотя стараюсь чай не пить на ночь чтобы потом ночью не вставать по важным делам но что-то хочется выпить попить скажем так буду с вами прощаться потому что ну все уже в бой пойдем кино красоту надо не смыть но я чуть-чуть сегодня как бы намазалась кроме ресниц и глаз что пойду в душ купаться новым душем всего вам самого лучшего не болейте не болейте и у меня начинается рабочая неделя завтра с первым меня рабочим днем а вам всем пока до завтра